Вопрос, кто должен выплачивать закат за мужние женщины, она сама или ее муж? Так вот, это вот вопрос. Большинство ученых считает, что за женщину закат должен выплачивать ее муж, имеется в виду, если она замужем. И это мнение Мама Ахмада, Малика, Шафии и Исхака. И привели в довод хадисы Ибн Умара, который у нас в главе, и сказали, сказали, каждый обязан, имеется в виду, с каждого обязательно. Не обязательно каждый, но с каждого. Отец выплачивает за детей, хозяин выплачивает за рабов, муж выплачивает за жену. Говорит, сказали, подобно тому, как за раба выплачивает хозяин, а за ребенка выплачивает отец. А также потому, что муж обязан тратить на кого? На свою жену. Поэтому и закат уль-фитр он тоже должен выплатить за свою жену. Это первое мнение в вопросе. Второе мнение в вопросе, которое придерживался Абу Ханиф, а также Суфьян Ассури, а также Ибн Умунзир. То, что муж не обязан выплачивать закат уль-фитр за свою жену. Но она сама обязана выплатить закат уль-фитр за себя. И это мнение злахиритов. Ва садалюбе каулии и вдова-то они привели слова пророка, салаллаху алисалям, аля кулли закарина уль-фитр. Каждый мужчина и женщина. Сказали, каждый мужчина должен выплатить за себя, каждая женщина должна выплатить за себя. Культу каули-джумур хариф. Сказал шейх Мамм Тизам. Мнение большинства ученых, то есть первое мнение в вопросе, более близко к истине. И его выбрал шейх Улислам Ибн Утаймия. А что касается шейха Ибн Утаймия, то он выбрал мнение второе. Значит, более правильное мнение в вопросе какое? Что за жену закат выплачивает муж? Это ясно или нет? Далее, следующий вопрос.